всем привет вы на канале улиточная и это видео я начну загадки как думаете сколько стоит этот салат никогда не угадайте потому что этот ужасный пучок стоит 69 рублей и это грабеж я вам говорю это грабеж но серьезно как такой ужас может так дорого стоить еще я покупаю такой же салат в пятерочке и я до сих пор не понимаю как там определяется акция потому что иногда шикарные пучки стоят 39 рублей а иногда 59 рублей поэтому я в пятерочке часто гость я мониторю салат когда он стоит 59 я бы не покупаю и буквально через несколько дней он будет уже по скидке по 39 рублей если кто-то знает почему так резко меняется цена напишите мне пожалуйста в комментариях а вообще в этом видео я с вами вместе буду убираться у древесников и поговорим мы с вами про мох ягель ягелем толком никогда не пользовалась потому что во первых он безумно дорого стоит если его где-то покупать как у заводчиков у людей которые его собирают а у меня он не растет нигде в лесу на даче но все же я решила купить когда завела один вид я не обязательно расскажу просто немножко попозже я надеюсь вы мне поймете чтобы он прижился я решила купить ягель ягель я купила на вал берез вот эта небольшая коробочка сухого мха стоит 507 рублей и сегодня видео мы с вами и протестируем и посмотрим насколько ее хватает как использовать ягель я его замачиваю в прохладной водичке и оставляю минут на 20-30 периодически сливая воду и заливая новую он размягчается и становится очень очень мягким объемным и увеличивается в размерах после этого он готов к использованию древесников я все также содержу на кокосом субстрате он у меня сухой я его просто взбрызгиваю из пульверизатора добавляю в один уголок мох в другой уголок ягель кладу еду и ставлю палочку я не скажу что древесники хуже себя чувствуют просто на ягеле просто нам все нет такого я и так пробовала и так пробовала я по-разному пробовала и не при одном варианте я не видела чтобы улиткам было плохо они очень приспосабливаются к условиям жизни я бы так сказала очень неприхотливая и в этом плане очень повезло по поводу видов которые у меня живут вот все как жили виды ранее так и остались новых я не приобретала и со старыми не прощалась хотя конечно я задумывалась о том чтобы попробовать что-то новое или вот например у меня не несутся айтопсы уже аготины хотя на минуточку очень такая интересная ситуация у меня оранж несутся и как оранж и как аготины я сама была в шоке и не понимала почему у меня малыши то и оранж и аготины в том числе хотя кладки я не смешиваю но вот так вот получается даже несмотря на то что сами аготины не несутся несутся за них оранж из очень хорошего и долгожданного плеородонтовы знаете что очень редко несутся но вылуп минимальный а если он и есть то малыши погибают и тут они оставили очередную кладку и инкубировала по всем правилам максимально постаралась по советам марина и зельхаус и вылупи здесь три очаровательных малыша более того они прекрасно себя чувствуют и уже потихонечку начинают кушать салатик что безумно не может не радовать так как с этим видом я уже больше двух лет борюсь и мало того что кладки редкие вылуп минимально так они еще и большой процент смертности имеют если в целом сейчас говорить про рацион питания летом это конечно же сейчас в основном только салат особенно для древесников очень редко некоторым видом кладу кабачки и на самом деле это все салат кабачки и только для одного вида я еще добавляю морковку салат к сожалению еще на дачу растет маленькие кабачки конечно уже есть но еще не завалило так сказать обычно это ближе к августу концу августа начинается поэтому пока приходится покупать вот на таких зеленых продуктах так сказать я содержу улиток еще идут у нас конечно огурцы на дачу но огурцы я не использую для улиток ну я считаю что это бесполезно это вода и нет смысла ими кормить лучше чем-то таким более существенным как кабачки кабачки салат морковку я все замачиваю в холодной воде у меня есть такое ведро я в ведре замачиваю на 25-30 минут а пока занимаюсь своими делами они отмокают я сливаю воду и иду кормить улиток кстати еще один только немаловажный момент если вы заметили в начале видео салат в горшочках я отрезаю салат и ставлю в какую-нибудь баночку контейнер кстати вот вы видели ранее на видео что у меня на балконе стоит салат я подливаю туда водичка ежедневно стоит у меня на балконе и он дает листочки которые я потом срезаю и также использую для кормления для улиток безумно удобно как я очень люблю это называть вторая жизнь салата по поводу поилок уже высказывала свое мнение наверное очень коротко прибегусь и расскажу еще раз поилки мне не нравится эта вода это вечная влажность она у меня и так хорошая в контейнере мне нет смысла ее ставить более того улитки то не купаются в этих поилках они умирают уже очень много было случаев когда я ставила это нужно аккуратно брать контейнер ставить на пол убираться потом назад ставить потому что чуть что пролежьте все это все мокрюще и это только заново менять торф ну либо доставать сушить менять мог чтобы понизить влажность потому что она и так может быть безумно повышенной и улитки просто умирают умирают я терпела 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 и поняла что нет это не для меня либо скорее всего это не для моих улиток им это не нравится и вот мы приближаемся к итоговому ответу сколько сколько же контейнеров я смогла убрать из этой маленькой коробочки ягеля ну учитывая что мы миксуем пока еще делаю уборку продолжая кормить улиток делайте ваши ставки сколько же контейнеров пишите цифру в комментариях а потом проверим в конце видео угадали вы или нет белое кстати то что вы видите на видео это шампиньоны очень редко безумно редко могу их купить но чаще всего конечно стараюсь не брать последнее время сделала большой уклон на занзибариков купила несколько разных еще линий наблюдаю за ними они уже дают кладки точнее не кладки малышей напомню что занзибарики это живородящий вид улиток и не уже откладывают малюсеньких малышечек которые через несколько дней поднимаются на поверхность и уже начинают самостоятельно кушать жить они могут с родителями они живут с родителями до определенного возраста где-то по достижению месяца я их пересаживаю отдельно и очень много сейчас малышей появилась недавно я устраиваю очень красивую фотосессию кстати они доступны к продаже кто желает пожалуйста малыши на любой вкус и цвет еще я не рассказывала не в инстаграме не здесь если вы очень внимательно смотрите мой канал вы помните что у меня есть караколус red красные и они когда они ко мне приехали они еще не были половозрелыми но так сказать дозрели за небольшое время и стали оставлять кладки несколько кладок было удачных какие-то были неудачные и вот на свет появилось пять малышей и они не успели подрасти и я не успела о них вообще где-либо объявить сказать что доступны к продаже как у меня их сразу купили конечно я очень надеюсь что кладки еще будут и они не последние и я еще смогу понаблюдать и поработать с этим видом так как ранее у меня его никогда не было также у меня еще сидят караколус black ну они приехали прямо малышами и они еще растут кстати я вообще не питала надежды что они останутся в живых почему-то они выглядели очень слабыми но по факту оказались очень сильными и стойкими продолжают хорошо кушать чувствовать себя но им еще расти и расти тоже очень надеюсь что когда-то я смогу поработать с данным видом и их потомством караколусы albino shell когда-то давно несколько кладок было больше я от них кладок не вижу ну я как бы особо и не требую будет будет не будет не будет я как-то стараюсь ко всему теперь проще относиться и особо из этого не переживать и так подходим главному вопросу сколько контейнеров я убрала я убрала 10 контейнеров которые вы видели плюс еще из этой коробочки потом до убиралась с новыми видами когда ко мне приехали еще несколько линий zanzibaric вот примерно больше 10 контейнеров я убрала миксуя и сколько же осталось сейчас мы с вами посмотрим сколько осталось это маленькой коробочки на самом деле я бы не назвала ее маленькая она достаточно хорошенькая для своих размеров и для небольшого количества улиток не такое как у меня но расход конечно минимальный что очень удобно но еще раз повторюсь что для моего количества улиток надо намного больше и в заключении немного хорошего вылупились о вам и прекрасные также одна иктерика не знаю почему 1 и ребята ли у цистая греги очень давно не получалось тоже складками этого вида и вот наконец прекрасные малыши появились на свет тоже каждому виду понимать нужно найти свой подход как их инкубировать лучше всего и у меня сегреги еще постарше вот это младшенькие бусинки и рядом уже постарше кстати тоже доступны для бронирования вот такие ребята причем если вы заметили с каждым вылопом ребят все больше и больше что не может не радовать но я с вами прощаюсь все ненадолго буквально до следующего воскресенья не забудь поставить лайк этому видео и подписаться если ты еще не подписан я вас очень люблю и пока пока